хорошо давайте начнем цель нашего вебинара это представить цикл курсов по управлению реинженерик бизнес-процессов код курсов биспроц 0123 создает он из четырех основных этапов первый курс он вводный который знакомит слушателей с вообще понятием такого подхода как управление бизнес-процессом 2 3 4 связаны больше с детальной нотации принятой являющейся стандартам для моделирования бизнес-процессов от аннотации BPMN 2.0 последний четвертый курс он сейчас проработки и расписание будет опубликовано там ближайшее время это курс который рассказывает о автоматизации исполнения уже этих процессов в автоматизированных систем но на самом деле про автоматизацию рассказывать начинают все курсы потому что управление бизнес-процессом в первую очередь популярна как раз из-за того что существуют определенные инструменты для автоматизации этих процессов и они на данный момент являются очень популярными требуемая подготовка это microsoft видео желательно почему же почему макрософт видео потому что инструменты с помощью которых можно описывать бизнес-процессы моделировать такие к нотации df и pc и ким и на них все в этой системе есть многие вот невозможно некоторые люди уже с ними с этими нотациями общались как раз через этот инструмент она желательная потому что в рамках курса мы как бы с ними знакомимся и в принципе если человек до этого не знал он узнает о том как можно использовать видео для описания этих нотаций опять же визио не является самоцелью но подготовка сознанием визио она дает преимущество и более быстрое усвоение курса итак первым курсом является управление инжинирием бизнес-процессов код bispros 0 он знакомит с основными понятиями и с вообще с подходом к управлению бизнес-процессами что это такое бизнес-процессы чем они отличаются от других подходов можно провести аналог как бы да что есть управление проектами и в рамках правильные проекты бывают разные подходы такие как джайл и waterfall например также и управление управление компаниями есть такой подход к управлению бизнес-процессами сам по себе это не отдельная наука которая несет какие-то фундаментальные знания но некую группировку некий взгляд с определенной стороны на управление она она всегда несет дальше моделирование бизнес-процессов на уровне базовых знаний бпмн 2.0 курс который рассказывает о том как эти бизнес-процессы описываются в самой популярной нотации для описания процессов и нотации именно созданы для автоматизации процессов это бпмн 2.0 уровень 2 более продвинутый для тех кто понимает и знает все символы нотации но хочет как бы понять их практическое использование определенной комбинации определенных участках процесса как можно ту или иную комбинацию этих символов использовать и последнее эти схемы созданные и смоделированные нотации бпмн 2.0 имеют возможность быть выполненными и фактически являются уже каком-то исполненном кодом программы которые поддерживают эту нотацию это достаточно известны это и bmbpm, oracle, bpm suite, elm, bizagi, activity, gboss, commundo и еще несколько программ поддерживают эту нотацию на примере одно из них и будет рассказано в автоматизации бизнес-процессов не только рассказано но и реализованный бизнес-процесс сейчас я более детально расскажу про каждый из курсов итак в чем состоит первый курс управление инженерином бизнес-процессов базовый уровень в первую очередь это знакомство с основными принципами и терминами управления бизнес-процессами это подход а не точная наука то есть на первый первый день первое занятие первую очередь подтверждено посвящено тому чтобы привести к общему знаменателю и пониманию аудитории того чем что же называем бизнес-процессы почему именно вот такие сущности мы называем бизнес-процессами и что нам дальше эти определения позволяют более эффективно более эффективно управлять ими и описывать их в предложенных нотациях весь курс строится на основе жизненного цикла управления бизнес-процессами есть основные шесть этапов из которых состоит жизненный цикл управления бизнес-процессами и последовательные модули этого цикла каждый из них изучается в том числе на примерах практических и в принципе вся аудитория вовлекается в создание некого своего процесса в рамках этого жизненного цикла достаточно небольшого потому что курс базовый и цель в первую очередь познакомить вообще с тем что какие сущности какие знания существуют в управлении бизнес-процессами также в рамках курса знакомства происходит с основными нотациями которые используются для описания процессов и еще раз повторяю привести к общему знаменателю представление о бизнес-процессах среди участников какие то есть вопросы по первому курсу просьба задавать я смотрю вопросов не нет никого да из вебинаристов меня слышно вообще так ну хотя бы меня слышно вопросов не возникает как известно в двух ситуациях да когда все понятно или когда ничего не понятно но константин пишет что все понятно будем надеяться что это первый случай итак программа без первого курса курс из трех дней первый модуль понятие бизнес-процессов и зачем они нужны жизненный цикл управления бизнес-процессами компании дальше будет слайд как раз самим жизненным циклом но как это первый шаг с которым начинается курс дальше мы идем по шагам этого жизненного цикла и обсуждаем выявление и документирование бизнес-процессов это очень важный шаг он в принципе является определяющим для всех дальнейших операций которые мы изучаем в рамках курса и даже в рамках последующих курсов то есть эти два пункта наверное ключевые и выравнивание представления по этим вопросам оно является принципиально важным следующие шаги в жизненном цикле бизнес-процессов это анализы выявления проблем бизнес-процессов здесь мы обсуждаем какие основные существуют слабые места в процессах как возможно можно найти и такие скажем так базовые примеры но как бы базовые примеры это обычно больше полови больше 50 примеров случаев они покрывают и где и в каком направлении копать можно обсудить моделирование методологии моделирования нотации описания бизнес-процессов программе у нас визио две нотации которые изучаются ну изучаются это громко конечно сказано знакомство с этими нотациями это и df 0 и iris и pc последовательно потому что эти нотации являются в принципе последовательно как и как они создавались так и является логическим на самом деле продолжением друг друга и следующая нотация которая также является логическим предложением уже и df iris и pc и это нотация bpmn 2.0 для моделирования процессов нотации мы используем открытое приложение бесплатное коммунда модулер ранее программе был без аги сейчас мы используем модулер коммунды он более более актуален и наверное больным одна из причин что я с ним больше работаем и мне кажется он более удобно последний модуль этого курса это внедрение бизнес-процессов контроль анализ ключевых показателей в принципе в конце обзорная в том числе обзор всего курса происходит и небольшое тестирование внедрение бизнес-процессов это отдельная тема на самом деле можно сказать что выделить из всей программы курса это принципе тема посвященную тому как эти принести изменения бизнес-процессов свою компанию в общем это все по программе первого вводного курса здесь как я сказал изучается основной жизненный цикл управления бизнес-процессами компаниях курс очень важен на самом деле он рассчитан практически на всех из тех кто никогда не 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 встречался с бизнес-процессами и для тех кто уже встречался и для тех кто встречался с негативным эффектом и и даже для тех кто встречался с позитивным эффектом и будет возможность поделиться своим в том числе позитивными знаниями вот в общем то жизненный цикл управления бизнес-процессами это основа всего нулевого курса и так дальше следующий курс это моделирование бизнес-процессов на базе BPMN 2.0 уровень 1 в рамках этого курса мы знакомимся с основными символами нотации BPMN 2.0 значит почему еще раз подчеркну почему нотации BPMN 2.0 эта нотация изначально создавалась консорцией OMG Group для того чтобы автоматизировать бизнес-процессы в рамках своей в рамках тех или иных программ соответственно эта нотация создана айтишниками для того чтобы получать информацию от бизнеса она абсолютно понятна всем бизнес подразделениям ее ее могут пользоваться бизнес аналитики но она дает ключевую исчерпывающую информацию IT службам для реализации этих бизнес-процессов эта нотация сейчас наиболее популярна потому что имеет практическое применение и вот как я уже перечислил те продукты которые позволяют эти процессы исполнять в отличие от df и iris и pc не только нарисовать их на бумаге и распечатать но и выполнить как уже преднастроенную программу значит нотация сложнее чем df и iris и pc она содержит в себе достаточно большое количество разных символов ну порядок скажем так или 30-40 разных элементов которые имеют некое логическое значение сравнимо в принципе с русским алфавитом ничуть больше чем английский фактически это знакомство с этими символами знакомство с тем что они означают и как их можно применять курс состоит из двух дней соответственно в рамках этого курса каждому символу уделяется определенное количество времени которые во-первых теоретические лекции во-вторых вместе с аудиторией мы реализуем те несколько различных процессов нотации bpmn 2.0 обсуждаем их и в конце концов получаем в конце курса грамотно смоделированные полностью по всем правилам нотации bpmn 2.0 процессы есть общий процесс который я предлагаю для описания и каждый участник может свой собственный процесс моделировать имитации bpmn 2.0 в рамках этих курсов два дня основных это введение в bpmn достаточно простой курс с точки зрения программы то есть первый день это введение в bpmn просто основные символы и попытка нарисовать те процессы которые хотела бы отметить аудитория во второй день расширенные возможности bpmn то есть есть некие комбинации уже этих символов грубо говоря это не только алфавит но и базовые правила практики их применения этого алфавита ну такие моменты как использование постпроцессов что является достаточно сложным механизмом с точки зрения аннотации тут такие моменты обсуждаются на второй день вопросы по курсу биспрос 1 есть какие можете погромче да то есть мы будем рисовать бизнес-процесс уже жестко в нотации bpmn 2.0 без немножко без демократии так что мы здесь захотели кружочек здесь квадратик здесь прямоугольник кружочек только по правилам которые характерны для кружочков ромбик только только по правилам которые характерны для ромбиков как я уже говорил просто у нас есть в аудитории коллеги которые прошли только что нулевой курс нарисовать аннотации bpmn 2.0 может каждый и просто взяв краткую картинку с значением символов и тут же свой процесс нарисовать такое часто встречается таких процессов видел достаточно много единственный минус этот процесс не будет иметь возможности стать исполнимым процессом нужно жестко определенные правила аннотации использовать для того чтобы процесс был исполнен просто нарисовать его понятным как мы с вами вот в рамках нулевого курса разобрались это достаточно быстро можно сделать аннотация интуитивно понятно уровень понимания достаточно высокий нарисовать схему который все поймут можно достаточно быстро но чтобы схема была технически грамотно и правильно нарисована с точки зрения правил аннотации это уже гораздо сложнее чем в том же df и варисе потому что правил гораздо следующий курс моделирования бизнес-процессов на базе bpmn 2.0 уровень 2 сразу хочу предупредить у многих возникает вопрос может быть мы посмотрим символы сами и сразу перейдем к уровню 2 вопрос достаточно хороший но если у вас нету практического опыта в использовании аннотации bpmn 2.0 вы просто посмотрели сами очень часто вы будете иметь ошибочное представление о многих операциях я даже знаю два момента о которых 90 процентов людей имеют ошибочное представление просто почитав аннотацию bpmn 2.0 и как бы сделав определенные выводы вот ну каждый как бы смотрит на сам реку крайне рекомендуется до уровня 2 проходить уровень 1 поэтому если есть вопросы задавайте но в рамках уровня 2 тем не менее первым делом происходит повторение основных символов аннотации bpmn 2.0 предполагается что аудитория как бы идет с нулевого курса на первый второй может быть что за моменты более можно подробнее ну вот например трактовка символы эскалации очень часто я не говорю что сто процентов но в 90 процентах случаях символ эскалации которые с нотацией bpmn 2.0 люди трактуют как эскалация на руководителя а тем не менее это символ который предполагается и должен использоваться только для эскалации иерархии подпроцессов из одного из нижнего уровня подпроцессов на верхний уровень подпроцессов это пример как бы но она часто встречающийся также ну не говоря уже про символ месседж который многие называют емейлом или сент-таски но это уже как бы такие более простые возможно если у вас есть уже опыт практического использования хорошо знаете нотацию вам это уже и так понятно уровень 2 тем не менее какая первая часть уровня 2 а он состоит из трех дней это повторение основных символов нотации первый модуль для того чтобы убедиться что все участники одинаково понимают все символы которые мы будем использовать дальше разбор каждого элемента нотации на простых примерах в принципе эти примеры они существуют и в самой на сайте самым же групп но как бы в рамках самой нотации есть документы с рекомендациями которые эти элементы разбирают примеры достаточно простые такие например заказ пиццы группы группы людей она она они позволяют понять как те или иные роли в процессах участвуют как происходит взаимодействие как эти элементы работы с другими элементами и в конце концов доводим все это дело до коллаборационных диаграмм это взаимодействие между разными пулами процессов между разными участниками с помощью не только потока управлений но и потока сообщений то есть фактически полноценное владение всеми инструментами нотаций предполагает предполагается по окончании этого курса да то есть не только знание символов но и умение с помощью этих символов в любой сложности скажем так диаграммы описывать еще раз говорю это хоть и кажется достаточно сложным но на самом деле 30 40 символов не так уж много достаточно простая нотации вот этих двух курсов вполне достаточно чтобы полностью освоить нотацию люди после обычно после курса мы достаточно сложная схема рисовать то есть цель нас научиться основам графического моделирования vpmn 2.0 понятно что всякие хитрые фишки они являются с опытом но тем не менее основные моменты которые существуют и да и даже без практиц в рамках этого курса будут рассказывать очень мало вопросов от вебинаристов либо всем чем это либо все думаю у всех как бы скорее всего такое смотное представление что же пытаюсь рассказать доступно объясняю это конечно хорошо мне но я боюсь как бы всегда что ситуация не что не все понятно а все непонятно маке хотелось бы услышать сейчас еще коротко расскажу про последний про третий курс который сейчас расписание по которому еще в работе да и потом все-таки хотелось бы услышать ваши вопросы по ожиданиям от этих курсов и как освещаются они в этих курсах или нет значит последний курс который называется без просто 2 это моделирование процесса vpmn дополнительные возможности vpmn и автоматизация бизнес-процессов vpmn значит в рамках предыдущего курса кстати который продвинутого уровня по моделированию нотации мы вместе с группой берем достаточно большой процесс и каждый как бы участник создает свой кусочек процесса в результате мы получаем достаточно большую коллаборационную диаграмму которая описывает достаточно большой процесс на выходе в конце третьего дня у нас в результате практикума появляется некий бизнес описанный виде в рамках диаграммы нотации vpmn 2.0 совместный с несколькими участниками группы соответственно созданный в рамках курс последнего курса мы устанавливаем систему автоматизация которая исполняет эти бизнес-процессы то есть участники им рассказывается как эту систему у себя на компьютере развернуть это на самом деле достаточно просто приемлемо для пользователей который умеет устанавливать что-нибудь чуть посложнее microsoft офиса установить у себя это программное свечение нарисовать не только нарисовать но и параметризировать достаточно эту модель исполнимую загрузить ее в это программное освещение и в принципе уже получить автоматизированный автоматизированный процесс достаточно сложного уровня который можно в этой программе запускать хочу сказать сразу на самом деле мы в рамках предыдущих курсов познакомимся с этими элементами автоматизация чем ближе к третьему тем больше в рамках второго курса мы даже этот эти процессы которые создаются участниками тренинга запускаем в автоматизированной системе смотрим что они реально работают исполняются просто в рамках нулевого и первого курса это делаю я потому что там нужно немножко более детальное больше деталей для того чтобы процесс стал совсем исполнимым но как бы в рамках второго курса я уже доверяю эту параметризацию аудитории и мы потом у меня достаточно просто небольших корректировок люди дают процессы которые запускают на своем стенде как бизнес-процесс и он исполняется мы сразу видим как он работает проходим процесс от начала до конца не на не в теории да не на листочке бумаги а в реально программном обеспечении которые ставят задачи одну за другой мы смотрим как бы делаем мы эти задачи выполняем и они и процессы поставят нам следующую задачу здесь в рамках беспрос 2 это как бы дает возможность этот курс дает человеку возможность сделать это полностью самостоятельно нарисовать процесс выполнена параметризировать его выполнить программное обеспечение после посмотреть как эти задачи выставляются и дальше возможно ему для интеграции этого движка бизнес-процессов потребуется уже программисты и разработчики но вообще курс на предполагает что люди не являются программистами те которые приходят на беспрос 2 но естественно технический background есть уже крайне желательно еще раз говорю все преимущество нотации bpmn она заключается как раз возможности автоматизации бизнес-процесса и поэтому ну этот вот третья часть она до требует технического background но не уровня программиста системные аналитики вполне справляются с теми задачами которые ставят вопросов вопроса так как по третьему курсу вопросов было больше всего давайте еще чуть-чуть по нему расскажу что также в рамках обзора курса будет обзор продуктов которые существуют для автоматизации бизнес-процессов мы выполним диаграмму будут некой рекомендации по использованию bpmn именно для автоматизации не все символы пережили автоматизацию некоторые стали атовизмами и в нотации они есть но практики не используются про это мы тоже поговорим и практикам будет использоваться определенной вполне bpm коммунда и и как бы как раз преимущество в том что она дистрибутива и бесплатной можно легко скачать и установить я ее установил себе даже на планшет не только на компьютер у меня есть планшет windows 32 windows нужен да единственно что не просто не 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 андроидный планшет под виндовсный планшет я себе вполне эту штуку могу развернул могу даже принести показатель планшет достаточно маленький видео есть показывает схемы на редактировать нельзя на собрании я вопрос большой босс покажется на собрании я показал большому боссу планшет на котором эти процессы запускались на вопрос а где сервер я еще ответил что а вот и сервер у вас в руках это еще и сервер сколько стоит эта программа и какой тяжелый под нее нужно железо все железо у вас руках извините этого достаточно не не хьюлитовский обычный планшетик маленький стоимость планшета моего двадцать пять тысяч рублей было поэтому сами понимаете какая него мощность поэтому там никакой не космический планшет там еще клавиатура просто к нему было поэтому он так бы еще дешевле стоял и так какие еще есть вопросы то есть цикл как еще раз бы профсоматизация это развертывание установка в практикум реализация процесса и научиться создавать исполнимые процессы довести их до логического конца как я уже сказал кроме того обзор будет продуктов существующих могу сейчас еще раз перечислить это оракл и бмб пи эм безаги активити коммунда джи босс это такие но наиболее сейчас популярные на рынке системы в которых автоматически исполняются бизнес процесса и еще раз отмечу что бпм н 2.0 нотация это не просто графическая нотация она формирует при в любом модуле в котором вы рисуете этот процесс автоматически формируется xml файл который вы можете в любую из перечисленных на систем загрузить и он эту схему вашего процесса уже распознает как исполнимый процесс то есть тут автоматически у вас происходит преобразование графической картинки в некий xml контент который описывает полностью на стандартном языке ваш бизнес процесс и это результат того что нотация создана айтишниками для того чтобы понимать что же бизнес хочет от эти системы практика как себя показала как крайне положительная в европе и в сша у нас имеет пока не очень большую популярность интересные есть но практически как бы применение в основном существует я бы сказал в коммерческих банках которых существует бпм другие ком бизнеса и другие компании пока с этим подходом только знакомиться ну возможно кто-то из вас знает известного более какие-то случаи презентации я поделюсь но я думаю даже получит через администрацию бизнес-центра вообще экран вопросы это можно сделать через администрацию бизнес-центра связаться с ними презентации не думаю что является каким-то секретом они вам ее вполне предоставит и пиво системы бесплатно есть open-source на и системы бпм кому да бпм это open-source на система джи босс джи босс бесплатно open-source на система активите бесплатно open-source на система да совершенно верно это вот как раз системы которые перечислил они все поддерживают нотацию бпмн 2.0 и просто загрузив туда схему вашу с детальными параметрами программа уже начинает выставлять задачи если нужна задача через интерфейс пользователям можно даже описать вызов каких-то эти сервисов в рамках этой и этих квадратиков и она будет нужной последовательности вызывать заниматься оркестрацией сервисов оркестровка сервисов и управление задачами это то что что выполняет вот эти системы они делаются без какого-то дополнительного программирования джи босс от хат в open-source на я система то же самое делать что и команду и активить еще прошел ну давайте вопросы какие-то еще есть я честно говоря все что хотел уже рассказал я надеялся что будет больше вопросов поэтому оставил время чуть повода вопросы по курсам может быть по последовательности какие-то есть может быть пожелание может быть у кого-то есть вопрос на освещается ли вот этот вот вопрос в рамках этого курса обычно вот такой же так такие еще бывают моменты ну хорошо будем тогда считать что всем все понятно у нас например существует системы документ оборота их достаточно много не существует достаточно давно 90-х годов это был очень модный тренд и достаточно хороший эффективный мы были зацеплены что как нарисовали вот этих схемах там очень много то есть поступает заявка ее 20 раз туда отклоняет тоже начинает выходить пешком объяснять чем дело вот 10 раз то есть она не столь эффективна то есть она в плане том что не все фиксируется и очень удобно давать сотрудникам получения которые например к ним не относятся тоже очень удобно ну поэтому считается что управление бизнес процессами это немножко следующий шаг он считается более эффективным чем система документ оборота хотя я уже говорил чтобы он был более эффективным надо еще делать это умеючи можно и более лучшим сделать более хуже документ оборота вещь проверенная реализации много людей с опытом документ оборота много проектов много и поэтому чтобы сделать лучше чем они нужно хорошо так же хорошо как то есть и так же хорошо разбираться в управлении бизнес процессами и так как бы иметь как бы такие же инструменты то можно сделать лучше но вся проблема в том что знаю хуже чем знаю управление процессами хуже чем люди которые знают документ оборот можно в этой конкуренции проиграть естественно ситуация у меня в принципе очень просто то есть у нас госкорпорация не требует писания бизнес процесс бизнес процесс нарисован на сайте в схемочке ну схему например нажимаешь на уровень поднимаешься и написано документы группы бизнес процессов без объекта значит чем управляем участники входы-выходы риски на этом все заканчивается ну смотрите это вот да очень многое часто в компаниях эти бизнес процессы живут на бумаге это вот это эта практика достаточно существует в принципе это не отменяет то что первые три курса да они помогают правильно отразить эти бизнес процессы в нотации правильной может быть вы не дойдете до автоматизации тогда вы как бы реализуете с помощью методологии с помощью должностных инструкций это тоже реализация бизнес процессов но да это как бы вот именно популярность бизнес процессов почему сейчас появляется такая востребованность интерес к бизнес процессам это именно за счет возможности очень быстрой и эффективной автоматизации это вот их преимущество поэтому да можно делать на бумаге но тогда но это будет как как обычно если вы хотите получить какое-то существенное преимущество оно как раз вот лежит в области автоматизации и ну во всяком случае это реальный эффект который она дает по сравнению с тем же документооборотом и так далее а тут электронный документооборот он даже мне кажется будет более интересен чем бумажные бизнес процессы он будет более эффективен в каком-то каком-то роде поэтому в любом случае если интересно как бы довести это все до металлогии и до документации это первые три курса они как бы могут интересовать четвертый наверное тогда нет но можно в рамках зато описав процессы в нотации который подлежит в дальнейшем очень хорошей автоматизации вы можете заложить хороший потенциал ваш альбом процессов что его не надо будет выбросить потом на помойку а возможно когда дело дойдет до документации взять его за основу вот там еще такая футка если мы говорим процесс как есть допустим мы берем процесс как есть я вижу например сразу что это нарушение сейчас мы немножко отвлекаемся от темы семинара тема семинара познакомить со всеми четырьмя курсами я тогда если у аудитории больше вопросов нет я наверное семинар завершаю потом если совсем желающим обсудим те вопросы которые остаются хорошо большое спасибо всем до свидания как же здорово что я была документ